приветствую дорогие друзья как я обещала наконец-то дошли руки изучать с вами вот эту книгу комплекс лилит темная сторона материнства пара нарциссическую мать про нарушение материнства про травму потому что многие вышли к сожалению из таких семей ну что с этим делать да что обсудим ложное материнство какие дети вырастают в семье где у матери было идентификация нарушена когда мать ребенка считала продолжением себя что вообще с этим делать привет всем кто подключается до влада вот книжка вот это наконец-то мы ее поизучаем кто написал ханс и ахим мац психиатр и психоаналитик был главным врачом клиники психотерапии и психосоматики диаконической больницы в холле есть кого послушать да вот у меня озон вот это его книга сложновато первые два обзора этих раздела но я начинаю с третьего в общем то как вам обещала так я и разбираю и так значит нарушение материнства их индивидуальные последствия такой табуированный был запрет запрет что женщина может не хотеть ребенка это прям то что надо и хотеть и ребенок может быть не нужен ребенка отвергают нет принятия ребенка нет принятия из себя и вот это вот ложное материнство когда мать обманывает себя только усугубляет части детей в чем заключается ложное материнство она думает что она усердно вы им занимается все для него делает лучше а по факту не видит реального человечка она видит свои проекции и себя считает прекрасной матерью я бы сказала что такие токсичные мамочки они бегут от себя в детей очень хорошая попытка сбежать от себя родить ребенка нескольких и ими заниматься посвятить ему жизнь ужасно боюсь когда посвящают жизнь кому-то потому что большинстве случаев вот такой деструктивный контекст они с такими детьми мамочки сливаются и в общем-то их никуда не отпускают они могут быть очень заботливые думают что это любовь я его полностью контролирую я с ним сливаюсь я знаю как его думать как ему чувствовать с кем его быть по факту они не видят ребенка вообще таким какой он есть не видит его и ребенок а что может ребенок сделать может бунтовать может как правило к сожалению прогибается как может ребеночек приспособиться чтобы маму и расстраивать вот я хотел математикой заниматься или с мальчишками в мяч играть пришлось мне на скрипке пиликать потому что мама об этом мечтала я боялся расстроить мамочку и такая мать думает что вот я для него все лучше у меня было страшное просто воспоминание это еще очень давно моя добрая коллега спихнула мне созависимую мамочку со своей дочерью даже за ними не бралась мама про 27-летнюю дочку говорила мы мы туда мы сюда мы пошли и два часа про дочку и горела а у вас муж то вообще есть а вот вообще есть сама это на самом деле жесть и проживала жизнь дочери убегала от собственной пустоты от этой нарциссической дыры этой черной дыры который принципе насытить невозможно можно пролечить вот и детей они отменяют а потом от таких гиперзаботливых удушающе заботливых таких прекрасных матерей и святых женщин дети бегут роняя тапки невестки от таких свекрови я сталкивалась такой пассивной агрессоркой которая от собственной пустоты убежала спасение мужа алкоголика не зря созависимость по москаленко это семейная болезнь что если кто-то пьет семье то надо лечить все потому что нередко там добрая мамочка кто подключается вот я разбираю книжку нарушение материнства их индивидуальные последствия то есть не я хочу быть родителем для кого-то не я хочу в этот мир чтобы пришел человечек порадовался с нами в нашей любви дать кому-то счастье помочь раскрыться талантом и как драгоценный сосуд это дар был послан нет здесь другое совсем там часто травма со своей матерью такая мать токсичная нарциссическая там нарушение материнства идут разного вида вот он называет ханс и ахима царями путы как его называли называет ложное материнство еще он уводит тэрвин отравления матери я решил это не использовать название на его очень интересно послушать вам практик то есть повторяюсь ему сколько лет сейчас сорок третьего года до моего 46 работал главным врачом клинике психотерапии психосоматики автор 11 книг но есть что послушать публицист общественный деятель психотерапевт это же опыт это практике вот поэтому такая мать у которой внутри пустота она сына считает своей собственностью отсюда все ваши жалобы то что свекровь не дает покоя она его считает своей собственностью частой невестку и все что связано с невесткой все что связано с сыном это ее это вот такая крышка крышка поехавшие то есть на полном серьезе они считают что все что сына это ее а невестка тут какая-то пришла да дальше это такая мания величия дарительница жизни что вот она подарила ребенку жизнь вот это прям благодарность призвание я это видела в некоторых я же мамок у которых в жизни нет ничего то есть вот они прямо ребенка на борщику ставят или себя и вот они очень этим гордятся потому что в жизни нет ничего и потом когда дети естественно начинают зарослеть и сепарироваться мамки начинает себя болеть они начинают обвинять манипулировать как он интересно обзывает этот термин это явление желание собственного нарциссического подтверждения то есть она не излучает любовь да на а именно сама в ней нуждается там часто маленький недолюбленный ребенок маленькая недолюбленная девочка скорее всего травмированы сыроими родителями от этого конечно многим не легче над это убегает то есть она убегает от настоящего от настоящих проблем в ребенка бегство в ребенка и причем ее могут читать прекрасной матери она себя таковой считает но в тоже время не ощущает он пишет она не ощущает собственной глубокой нужды и не в состоянии осознать что ребенок для нее заменитель и компенсации и нарушенного чувства значимости я эти вещи видела это конечно какие-то проекции ада потому что все под такими благими намерениями это куча дресни на ютубе дня была в комментариях как-то сейчас я к этому попривыкла уже интересно что помогли цветные волосы они боятся стали подумали наверное это вот ну то есть дерьма очень много первые годы огребала потому что я рассказывал свой опыт подкрепленный там опыта но сьюзин форвард допустим начала об этом говорить а тут когда читаешь коллег когда читаешь их опыт то есть это не взято там откуда-то с потолка вот это юльной к придумала чтоб невестку со свекровью поссорить да это именно практика который помогает решить проблемы опираясь то на чьи-то наработки человек был здесь сколько больше 10 лет был главврачом клиники психотерапии психосоматики там есть что послушать он пишет то же самое так дальше значит что получается ребенок для такой матери которая не решила внутренние проблемы отвлекает занимает помогая избежать от своих проблем от своей пустоты сбежать такие гиперзаботливые мамочки интересно что когда деточки ляльки маленькие они как куколок носит нянчат а потом когда у ребенка начинает собственный я я его не люблю я его ненавижу он меня бесит у меня раздражает внутри сама недолюбленная девочка из дети рожают детей состояние матери пишет ханса химатс состоянию матери ее настроение психоэнергетика не могут не коснуться ребенка ребенок заражается от матери и постепенно становится ее отражением ребенок выбирает себя нарушение материнства и проживает их той или иной степени и лучше интересно да как потом этот мальчик себя ведет уже когда стал мужчиной мужчина изнуряет себя пишет он непрерывными страданиями и стремлением доставить радость облегчение женщинам и не замечает как они себя дискредитируют постоянно находясь в поиске упущенной материнской любви а если это женщина жертвенностью которая установила мужа это крепкая такая токсичная созависимость которая к сожалению очень долго может быть многие пишут он так и живут всю жизнь как лучик света помощник спаситель рыцарь или принц на службе материнской нужды ложные материнства представляют угрозу для жизни и живости ребенка обременяет ограничивает его индивидуальность ребенку преподносится как любовь забота защита некое такое заменение что в ложные материнства внушает детям ты без меня ничто что здоровый подход говорит ты уже ценен сам по себе ты уже цена сама по себе девочка или мальчик вы цены ты уже мат уже достоин любви потому что ты есть токсичная мать ты без меня ничто ты без меня никто ты ведь так нуждаешься во мне ты доставляешь слишком много хлопот когда ребенок какие-то естественные потребности бегать шуметь прыгать ребенок учится быть удобным и послушным и все умиляются какой ребеночек удобненький какой он там вернее хороший послушный по факту он удобный и у него запрет на выражение эмоций которые потом это потом люди без границ на которых все ездят или бунтари агрессоры ты мое все от под это вот смысл жизни жизни это прямо пособенно и когда я слышу смысл жизни это конечно печально мы живем рад с детей да мы живем ради сына ради внуков и это та навязчивость от которой вам плохо это татья их постоянные звонки и задалбливание это постоянное знаете влазание вашу жизнь это постоянно даже если их нет вы чувствуете как будто они вот присутствуют вы чувствуете как будто вас невидима вот эти щупальца связывают это как раз когда нет у них своей жизни они проживают вашу да то есть мама прожила свою жизнь проживет и твою ты все моё то есть нас ребенком сливается и мы в принципе как бы да там когда он маленький еще вот это вместе соединение потом происходит естественно сепарация деление они не отпускают как они его невестки отдадут если она как сами говорили это как ручку или ножку отрезать или отдать сына невестки вырвать сердце из груди и это поганая идеология до сих пор воспевается в некоторых песнях стихах и в таком дурно народном творчестве как мать вырвала сердце а хотя мальчик сиболи жениться да и это скорее похоже на страдание погиб оставленной любовницей там и психологический инцест идет рядышком дальше навязывание вины если бы не то я бы давно уже бросила отца или я бы сделала карьеру либо я пела в болеть если бы не ты это ты виноват я конечно охреневаю когда вижу дети виноваты что появились на свет вопрос как они там оказались то есть это такая инфантильная позиция что дети откуда-то матки сами появились а то что от секса дети бывают это как бы никто не знает когда ты во взрослой позиции рациональной то каждое твое действие она приносит последствия вот ребенок не виноват что оказался что он родился и что ему попалась такая мама не виноват жертвы ради матери то есть кто просил терпеть отца алкоголика кто просил типа из-за тебя я не вышла замуж до думать а кто тебя просил вы думаете если она такую жертву пронесла что не было удобно она его кому-нибудь отдаст ну или вот эти бои начинаются между все кровью невесткой которых общем то так ваше сообщение переехали с мужем от свекров с которыми прожили около семи лет в итоге не разговаривали с нами почти три месяца манипуляции в один прекрасный день приперла нам шторы которые благополучно и лежат у нее дома она пришла территорию пометить вот у меня кобель сукой гуляют они ссут везде где особенно их территория пришла территория память серьезно это дебилизм попробуй не возьми потому что какой-то подарок или помощь подразумевает что вы имеете право сказать нет а тут мама помните территорию пришла секундочку так и фотку свою на холодильник нам повесили но это уже маразм крепчал деревья гнулись вот кстати на холодильник свекров хорошо в том случае если ты худеешь анекдот такой был почему фото моей мамы на холодильнике дорогой я обнаружила что фото твоей мамы помогает не похудеть ох уж эти прекрасные три месяца наверное да нет худа без добра в пандемии у кого свекры где-то застряли семьях по кругу медовые месяцы начались новые вот когда девочки когда сделать интересно с компьютера instagram смотрите ну что ж идем дальше для тех кто подключился вот эту книжечку я разбираю как вам обещала кто-то горит тяжело заходят я общество этим раздел читает честно язык сложный вот он красавчик ханс и ахимат у него даже ним вот это олицетворение темного да в женщине есть его жизнь это тьма если тьму не взять под контроль как говорят уже прокачанный там коучи терапевты и кто обремен психологическими знаниями я держу на поводке тьму то есть если под контроль не брать тьма под контроль возьмет тебя вот из-за тебя чуть не умерла это ложное материнство внушает детям я его читаю часть да здравствуйте обожает рассказывать как рожали порвали жопу порвались там на какой-то британский флаг еще что-то это манипуляция стыдно было бы рассказывать мальчику как там матка вывалилась и из-за тебя я я из-за тебя там заболела в ротах порвалась чуть не умерла а как он там оказался в ребенок не виновата это внушает потом сыночка делает ресурсом если ты сделаешь это ты для меня умер ты мне не сын манипуляции сыночка материнское сердце чувствует вот эта девка тебя без штанов оставят как правило такая свекруха оставляет без штанов так ваши комментарии поношенные вещи для ребенка передает потом выговаривают почему ребенку не одеваю их человек может вам давать что угодно вы можете брать или не брать одевать или не одевать почему по кочану по кочерыжке мать вашу это знаете некоторые токсичные мамки живут под таким лозунгом выкинуть жалко я хоть невестке ада ребят кто читал книгу не святые святые архимандрита тихо на шевкуна там с таким юмором один отец отреагировал когда бабка принесла в храм принесла бабка две банки огурцы с киши и помидоры горит выкинуть вы жалко скислено будет может вам пригодится он горит ну шо будет матушка если те самой трудно выкинуть я горит сам выкину здравствуйте у меня такая ситуация муж мы не пила раньше под влиянием родных начал свекр зовет мужа домой и приманку покупает вину несмотря на то что сам стал молиться пить харам знаете я сколько в этой теме работаю удивляюсь до какой степени долбоебизма доходит поведение свекрухи свекров вот я неоднократно знаю случай когда подсаживали на алкоголь лишь бы им управлять манипулировать от невестки оттащить знаете я бы вам порекомендовала занять жесткую позицию если видите что у него есть а как алкоголь и любить надо жестко эти вещи не поощрять если вдруг он туда уйдет пусть он туда уйдет чем вы алкоголик вас будет гонять по всей квартире здесь должна быть твердая позиция в ситуации с алкоголем с токсичными веществами любить надо жестко я тебя люблю и смотреть как ты бухаешь я не хочу выбирай нельзя человек ставить перед выбором манипулировать узнать меня друг поставил девушку перед выбором ты тоже юль звали как юль либо ты сигареты бросаешь либо я не могу больше но я понимаю когда не куришь самому тяжело юль по пачке день курила юль побугнила он горит детей рожать и бросила я считаю нормалек а уж что сказается с алкоголем сейчас вообще курить бросать нам с этим с коронавирусом да и культа человек от нервов так века и еще только недавно поняла то что не нужно терпеть унижение тыканье носом что что ты не такая все кто говорит что не такая на китайскую гору кху и а гоните из окружения как чумных заразы кто вам говорит что вы не такая я на себе проверила жить стало намного легче так я терпела в итоге лечусь теперь вот есть выбор между плохим и очень плохим решением потому что потом люди на таблеточках сидят на нервной почве панические атаки вика паническая атака это смотри когда ты долго ты раз все боль подавила 2 подавила злость подавила обиду подавила понимаешь потом ограничивать все тридец я не могу больше мне плохо понимать и даете паническую атаку или страх страх купится я боюсь ответить я боюсь плохой девочкой часто там в детстве родители запрещали страх накапливается от организм не обманешь он тебе дает паническую атаку хоть как-то понимаешь через тело выйти многие телесные практики они направлены как раз проработку тело помогает вам это как может чтоб не шибануло давление не схватило сердце и не дай бог у тебя не было онкологии через паническую атаку горит дорогая подумай о себе да тебя мама для радости родила для счастья для любви не для того чтобы кто-то обсирал боюсь находиться одна страшно ходить на работу выздоравливается кстати у меня коллега она психотерапевт и невролог яна если вам интересно напишите она очень классный специалист в таких случаях обязательно то есть с одним психологом не справишься нужна и медикаментозной терапии психотерапии и все атаки проходят здравствуйте здравствуйте двое детей у нас у меня вообще невроз начался бесит когда пьет невроз вам говорит уже дорогая надо ситуацию прямо не могу зачем свекор молится и при этом сыну пить предлагает понимаете люди ведь молятся кто кому кто-то рогатому молится вот в америке церковь сатаны есть есть молебен петта пользы нет научи дурака богу молиться на лоб себе расшибет знаете сколько в церкви приходит и колдует ну просто я уже этого не боюсь и по-другому смотрю есть чек молится это ничего не значит вот знаете абсолютно я видела среди казалось бы там кого можно было назвать какими-то асоциальными элементами очень добрых светлых людей а среди как говорится кто прям обмолился там а кто распял христа фарисеи друзья мои священники законники кто его распял и кто за ним пошел простые рыбаки блудницы кто первый в рай вошел негодяй потому что они услышали злости нет предела поработайте с этим не копите в себе и помните любить надо жестко есть канал максима сафина он про наркоманов алкоголиков я не скажу лучше чем макс мы это его специализация у меня на несколько другая я уверена там мы вам его ролики помогут него очень много ценного контента даже бесплатном доступе евгений здравствуй свекровь все время цепляла меня как мать кормлю не тем в подгузниках и так далее какое ее дело наши дети мы их кормим мы и подгузнички одеваем свекровь может вмешаться и родственнички только в случае когда ребенка избивают куда-то все кто утащили как вот там ребеночку молока не давали и над ним издеваются в остальных случаях свекры пусть идут и родственнички леса оказалось чтоб меня цеплять там бывает и соперничество и зависть с мужем не живу полгода внуку позволила позвонила один раз как справляться со скрытым абьюзингом со стороны свекрови вот только сегодня у меня было несколько консультаций я составляла девочкам план как это сделать у меня вот как справиться со скрытым абьюзом со стороны свекрови с наездами есть программа которая уже создана за много лет где помогают решить проблему с любой свекровью даже самые вредные с любой абьюзершей так система упражнений техник практик которая поможет с этим справиться стать более устойчивой прокачаны психологически зрелый есть группа в индивидуальную работу мест прочь нет есть группа где вы получаете блок заданий и приходите на созвоны где друг друга все поддерживаете бюджетном варианте есть курс по кто хочет приобрести напишите мне в директ как получить эту программу напишите в директ что вам интересна программа платная цена от стандарта эконом и vip чтобы вы получили результат так дальше пойдем смотрите значит что пишет ханс и ахима красавица ложное материнство ведет к тому что мать вследствие собственной психической нужды нарциссический злоупотребляет ребенком то есть почему я это разбираю чтобы вы понимали откуда растут ножки у токсичных свекров у наших там родственников токсичных каких-то там мамок может быть то есть когда вы понимаете что происходит то у вас вам просто проще знание сила и вы понимаете уже как себя вести потому что многие не понимая вот этих моментов стараются там по дейлу карнеги общая психология коммуникации с ними не работает и формируется в такой матери с ребенком некая созависимость с одной стороны он ее отторгать сможет очень сильно отталкивать но он не нуждается или может быть к ней очень привязан и что еще они делают они дрессируют своих детей ты не можешь оставить мне одну это популярнейшая проблема которую жестковым набила я бы невестки это огорчит маму маму нельзя расстраивать когда я спрашиваю пара приходит игра жену можно расстраивать он на меня смотрит как баран на новые ворота я понимаю что он там как секте был помните я делала на ю тубе у меня есть видео вот что общего нарциссов токсов и вербовкой в секту те же самые манипуляции у меня в этом шапке профиля ссылочка на youtube канал человек он как зомбированный мамой вот я тут мама он зомбировал что мама нельзя расстраивать маме нельзя это он не жил а жену можно нельзя 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 приходится иногда вот таким мужчинам приходится как будто учиться заново ходить такие дети они могут быть неуверенны и колеблется это синдром спасателя до как спас всех а себя забыл на них все возможные родственники ездят друзья там пока их по здоровью не прибьет около таких ложных мамок чувствуют себя выжитыми как лимон очень сильный отток энергии эти люди очень сильно тянут энергию вот свекровь токсичная или тетя токсичная мамка токсичная потому что внутри горы черная дыра пустота который нечем заполнить они прямо вот вцепляются присасываются могут быть очень милыми но после общения с ней чувствуешь себя выжитыми расстройство пищевого поведения бывает у и детей конечно заедают сладким или тяга к бутылке или психо активным веществом вот максафин которого и выше рекомендовала он сразу приходит к этому час родители что у тебя с мамой такие матери всегда бесценивают достижение детей они на корню подрезают крылья ты собрался полипол да у тебя че и получится все равно ничего не будет то есть вот нет от этой веры да нет от этой поддержки такие дети кстати они вопреки или мать настолько вот вся в себе да в этой жертве в папе алкоголики в своих страданиях что ребенок растет один с ним от него шарахаются дети такие дети в результате получают такой ограниченный взгляд на мир и посыл что мир жесток мир ужасен а отсюда это их любимая такая токсичных свекруг сыночка мир враждебен все эти дед девки только тебя использовать хотя то есть там даже брать нечего кроме такого полувялого писюна все равно это прям вот мир враждебен только у мамы тепло и безопасно и оттуда вот такая придурковатость за маму порву мать это святое мама никогда не предаст преданст еще как у меня в аудитории есть те кто сталкивался то есть группы токсичные родители родная мать может предать только так без недвижки оставить без штанов только так это не от матери зависит от человек не бывает плохих хороших свекрови там есть люди адекватные и не очень вот случай из практики и засчитываю примерно после года терапии эвальт с отчаянным возмущением бросил проклятые в кавычках любящие матери он с трудом освободился от своей обремененной чувством вины фиксации на матери на что ваших мужей подсаживать токсичной свекрови или дочерей он всегда чувствовал себя ответственным за ее самочувствие мне приходится в голову взрослым дядям это постепенно всаживать что ты не ответственен за счастье мамы а он с такой прошивкой с такой негативной темной программы подсажены от мамочки оказывается от тебя зависит чувство матери хочется тебе сказать жопой села на маленького ребенка и поехать пытается так он не сломается как ты можешь на ребенка это вешать себя спрашивая не с ребенка сто раз можно было голову пролечить так значит он всегда чувствовал себя ответственным за с ее самочувствие а когда не манипулирует а то на скорой помощи у меня ранее работает вызывает скорую год год зараза да мы же видим чё там глаз намет он у врача у медсестры а где-то ребенку реанимации экстренные нужно в ранее штрафовать надо это проявлялось только присутствие матери когда он рассказывал ей себе позволял заботиться у них либо заниженная самооценка у таких мужчин либо гиперкомпенсации они вопреки стремятся очень много достичь они реально могут хорошо зарабатывать но вдруг начинается либо гулянка пьянка ли поход по бабам либо болячки непролечные детские травмы прекрасно чиниться у терапевта у коуча так и кстати потом интересно они могут выбирать женщин которые их также не отпускают или выбирают вопреки так и вот мне нравится его то что он пишет такое ощущение что он изучал конечно многие изучают священное писание мать способствует жизни она является воротами в жизнь но она и не создают когда это говорил на ю тубе разбирая духовных мамочек которые манипулируют религии но вот там дерьмо мне приносили в комментарии ну как сейчас я все выгребла дальше если будущее мать страдает от нарциссической пустоты жаждет подтверждение своей значимости тогда тяготы беременности и материнства также таинства рождения толкают ее к соблазну возомнить себя дарительницей жизни я прям подчеркнула обладающим правом распоряжаться жизнью ребенка для собственной стабилизации вот здесь мы окончим я щас повторю разберу это вот то что я хотела с вами обсудить я тоже об этом говорила пришла как в процессе опыта но он очень четко обозначает как все-таки клиницист успешный потому что мое образование было психологическое коучинговое больше а вот это это уже патологии ребят и так значит она себя считает дарительницей жизни то есть ставится на место всевышнего владычицы вселенной а по сути мать способствует жизни она является воротами не она ее создает если будущая мать страдает от нарциссической пустоты жаждет подтверждение своей значимости тогда тяготы беременности и материнства также таинство рождения толкают ее к соблазну возомнить себя дарительницей жизни обладающий правом распоряжаться жизнью ребенка для собственной реализации когда ребенок становится инструментом для удовлетворения своих потребностей когда спрашивают вот адекватных родителей как мы такого классного ребеночка воспитали они гортом и себя воспитываем в первую очередь но этих родителей может быть дома не идеальный порядок дети там могут скакать по квартире а родители в релаксе и в гармонии с собой и страшно когда она считает ребенка своей собственности я жизнь подарила как-то раз бульбы я тебя подарил породил я тебя и убью токсично токсично жесть конечно так теперь вопросики да очень интересно кто подключился переслушайте эфир я разбирала вот эту книгу я вам как обещала вот и девочки покупал говорят она сложная сложная язык сложный птичей но с третьего пункта понятней то есть тут он лезет идет архетипы в истории штор лилит это а темная сторона там по фрейду по сексу проходит я бы рекомендовала кто психологии интересуется пожалуйста там да ну мне тоже было сложновато вот он сам долго был глав врачом клиники психологии психотерапии вот продолжу напишите вообще интересно вам было бы дальше ее вместе читать и обсуждать потому что на ю тубе народ хотел а вам интересно напишите кто в записи посмотрит и сейчас продолжать вообще такое и вопросики свои напишите если они есть пишите свои вопросики посмотрит записи напишите под постом хорошо хорошо знание сила как говорится мы не можем избежать ошибок но опыт знания информации советы мудрых людей помогут нам эту жизнь жить гораздо счастливее и сильно сократят количество ошибок очень интересно спасибо я с удовольствием продолжу потому что я вот обычно готовлюсь да к занятиям когда у меня есть время мне вот очень понравилось что он разобрал это все совпадает с моей практикой вот с моим ощущением с тем что я видела вот просто классно получать подтверждение от других тоже коллег потому что тема была долго табуирована она знаете она как-то вот психологии была вот как-то вот популярна не популярным языком как не быть токсичной мамой я перевела на язык как не быть спортивной подтянутой и здоровой до вести здоровый образ жизни следить за питанием качать тело в бане и принимать витаминки до соблюдать режим как не быть токсичной мамой соблюдать режим психологической гигиены я бы сказал еще и духовный потому что духовной занимается религия область бога психику занимается психология хотя споры споры я вела на психфаке что как-то так психология наука душе бога забыли за что меня пообещали с психфак выгнать вот но профессор шоуковое писала глядя на мои вот эти искренние поиски наоборот была за меня она сама тоже так и люди человек верующий вот поэтому если вы не хотите быть токсичной матерью посмотрите вот если я не хочу спится я вижу на человека который спился обсекался на улице до первых не осуждать что осуждаешь ты получаешь не и по случая это на уровне божественным духовным на уровне психологическому следить за собой если есть а как алкоголю посмотреть почему потому что часто тяга к алкоголю это как человек хочет залить душевную боль а если вы так что ритно эндорфинов дофаминов на фига ему какие-то там стимуляторы да ему и так хорошо вот и рефлексировать следить конечно чтобы у вас окружение было тоже здорово и потому что если у вас в окружении токсичные люди вас будет откатывать к ним если у вас окружении люди адекватные как у меня девочки в группе блин не дай бог такой самой стать год на стучите мне по голове если понесет я тоже девчонкам говорю девчонки просто дайте по башке если не дай бог вот в эту я же мамку понесет я знаю что делать у меня есть мои наставники так сейчас секундочку токсичный так мария токсичная свекровь тошнит от ее голоса не хочу отвечать на ее звонки нормально ли это или убегание от проблемы ну вот не зря говорят токсичный человек до интоксикации тошнит у травился кто-нибудь когда-нибудь секс наверно к сожалению травились я где-то последний раз года полтора назад отравилась каким-то поганым салатиком после этого я боюсь вообще где-то есть не было страшно интоксикации тошнила вот то есть это токсины до вредные для организма токсичные люди от которых плохо это есть люди вот которые приходят от них реально очень тяжело и то что вы не хотите общаться то что вам плохо организм может на уровне инстинктов отторжение тела на уровне чувств говорить я уже не могу мне плохо неплохо убегая я бы такую проблему тоже свалила ребят есть уровень мастера это уровень святых когда они приходили даже в темное место где токсичные люди и трансформировали меняли пространство этих людей мало и это процесс не пройдя восхождение по ступеням пирамида масло у нас уровень святого не перескочишь вот поэтому и вопрос что вы хотите вместо этого если вы хотите другую реакцию если вы хотите вообще никак не реагировать нейтрально поставить цель и на уровне психологии к этому идти у меня по программе девчонки так проходит у меня есть авторская программа как решить проблему самой вредной свекровью мы это там делаем у большинства получается половине случаев нужна индивидуальная работа где человек такого результату довожу или вы обращаетесь кому-то другому или вас все устраивает то есть не хотите не общайтесь это ваше право выбора если вам плохо человека это может быть инстинкт самосохранения другое дело если я не хочу общаться со свекровью обиделась что она мне квартиру не отписала но это уже это уже вряд ли это ваша ситуация так о мария привет я сейчас начала заниматься тренингом по кпт краткосрочная позитивная терапия классная штука но если глубокой проработки нет она дает эффект обезболивающего поняла что мысли всю жизнь у меня были негативные с самого детства тяжело прорабатываться от этого и невроз до окружения просто аут слушайте но сейчас очень много классных техник и по психосоматике и пар терапии невроз быстро можно убрать буквально за несколько сеансов сейчас мастера на рынке работают очень сильно окружением окружение окружение на обменять окружение очень быстро так я очень хочу жить своей жизнью но взрослый сын еще не оторвется сам он интроверт наоборот из дома не выгнать гулять вот как быть особенно сейчас изоляция за полтора месяца один раз из дома в магазин смотрите а пройти сепарацию это не значит выгнать из дома я знаю адекватных взрослых людей которые живут с родителями и у них есть сепарация есть четкие границы бабушки не лезут молодым молодые не лезут бабушкам проживает в одном доме и живут нормально адекватно то есть сепарация это вот именно психологическая дистанция она может быть там со соседней стеной то есть это именно психологическая такая такое отделение моя мама прямо говорила иди живи отдельно насколько ситуация когда съехали или не жили со свекровью она на расстоянии вам покоя не дает или плохо от своей мамы которые если она токсичная съехали и что студента что студент я живу где деревне универсиады них тут тысячи студентов они все живут отдельно вот кто-то живет с родителями вот у меня парень который чинит нет технику которые от моей энергетики часто ломается или есть свекруха ведьма мне обязательно сломается он уже перестала удивляться ему 18 было когда с ним познакомилась сейчас ему 19 он живет вроде с ними на одной территории до периодически есть не на чуть где-то но он полностью от них сепарирован то есть он там придет ко мне вечером я чем-нибудь снесу на компьютере могу с ним там до ночи болтать сидеть шикарные мозги полностью взрослый мужик полностью сепарированы и работает и зарабатывает и 19 по моему ему сейчас поэтому так что и быстро то есть он четырехлетнюю программу за полтора два года прошел да студент не грудничок у меня знаете сколько было случаев сыночек маленький помню подруга у меня тоже у меня же лёшечка маленький игру твоего лёшечки в 21 год полные карманы гандонов трахаться он тянем маленькие ну сейчас и нормально он в летном училище небо позвало я за то что дома на карантине дистанционные обучения ну да и на дистанционке на обучение четыре года блин самые шикарные вспоминания выбирая тех кого хочу они мудаков какие как в которых вузе подсунут вот иногда на сессии езжу вот я вас все хочу рада половить раз вам интересно я продолжу разборы вот этого интересного терапевта напишите под видео комментарии вопросы еще там что-то что хотите написать вот кому интересно в программу свои проблемки порешать пишите в директ вот да еще вопросы есть буквально минуточку и я буду отключаться сердечки спасибо почему-то до обновления у меня не вообще сердечки не это не не шли сейчас инстаграм обновил благодарю вам спасибо что это время были с нами да привет то присоединился посмотрите в записи я запись оставляю потом я ее убираюсь предосмотрен предпросмотра на видео хорошо сейчас уж не буду отвлекать я ложусь поздно у меня занятия с животными по вечерам можете писать спокойно у меня телефон все равно на беззвучке стоит и вот прошлом году я окончательно перестала брать руки не в прошлом позапрошлом не видимо отомстили свекрухи выложили мой телефон на какой-то порно сайт на секс-знакомство я считаю за мужиком гуляю ничего не понимаю звонит этот видео на мне зрение плохое часто я в линзах я была в слабых очках а там такой видимо чернокожий мужчина надрачивает я еще не поняла ему а у него дальнозоркость мы вот пока с этим телефоном вот так тот наверное обиделся отключился не звонили стали своих спрашивать и потом уже поняла ну кто-то так решил отомстить кстати интересно как-то не оригинально и какие проблемы у этого человека были что вот мой телефон выложили на порно сайт но админ этого сайта поржал вообще понял убрала видимо этого блоги пользователя заблокировал был смешно и я потом вообще перестал короче брать эти трубки так что она у нас весело ну что ж тогда до скорой встречи выходные не знаю но на следующей неделе продолжу разбор этой книги вот кошмар люди неадекватные это нормально неадекватно это когда приезжают морду бить а так на пакосте по мелкому мне даже прикольно было я рассказал своему другу а он еврей ни одного еврея глупого не видела и он такой вот юля у людей проблема людям нужен секс надо было им поговорить им тренинг продать я говорю чё им буду продавать и не по этой теме ну чё ко мне не отправил я поговорил сексуальную энергию можно бизнес сублимировать понимаете подход то у людей разных понятно и главное не нянькать так и есть жил отдельно в другом городе вот почти год дома поняла главной сепарации конечно спасибо еще раз покажите пожалуйста книгу я и могу в stories выложите нам наверное обратно этими буквами выйдет давайте я в stories выложу она у вас наверное так это обратным я сейчас фоткаю у меня свекровь близка к таким приколам но у меня был случай еще давно у него сколько лет 6 прошло когда блок вконтакте вела там значит свекровь заловка не пожалели времени денег сделали монтаж где невеста в групповухе и групповых занимается и показали мужу муж сразу говорит у моей жены сиськи больше ягод знаю какие у нее титьки играть задница не такая играет как телевизор не промахнешься вот поржал позлился но он их заблокировал везде это надо было додуматься потратить время силы деньги монтаж что невестка в порнушке так они на этом не успокоились это был маленький поселок несколько тысяч человек они знакомым разослали по почтовым ящиком понимаете это до какой степени дебилизм надо дойти ну фрейд бы валялся в экстазе чего не хватает потому что при скандалах конфликтах это что-то похожее с каким-то там долбанутым оргазмом с токсичным вот чем закончилось не помню ну для них вряд ли чем-то хорошим потому что муж был каким-то военным муж молодец но я никогда не перепутаю вот да и без юмора тут сложно чтобы просто не двинуться а вот мир выжил потому что смеялся у тебя столько историку историю до хрена вообще да настало время офигительных историй до пришла ночь сгорели свечи вот ну все у меня есть такая фишка я все время прощаюсь никак не могу идти с третьего или с пятого раза я ухожу давайте не прощаюсь продолжите разбора для девушки я сейчас прям stories выложу вам сфоткаю как закончу все пока